Хоккеисты Динамо Алтай завершает выездную серию игр матчем против Новокузнецкого Металлурга. Он состоится завтра, 13 февраля. До этого Белоголубые проиграли дважды в Санкт-Петербурге с Каневе и местному Динамо. После вырвали победу у Рязани в ЭДВ 3-2 и вновь уступили в матче против Химика 2-3. А заключительный домашний матч сезона нашу команду ожидает 17 февраля матчем против Омских Крыльев. В самом разгаре развязка сезона у баскетболистов Барнаула наша команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице, что дает барнаульцам право выйти в плей-офф. Главное удержать победный тон. Вчера Барнаул на выезде обыграл университет Югру 77-68. Доволен опять первой половиной, как мы защищались. Когда все ребята включились в защиту, уже у нас не было проблем. Практически весь матч команды шли ноздря в ноздрю. В конце второй четверти Барнаул немного оторвался на 9 очков, но хозяева совершили рывок и почти достали алтайских баскетболистов. На большой перерыв команды ушли при преимуществе гостей 36-32. Вторая половина началась с рывка студентов 13-2. Впрочем, барнаульцы к последнему перерыву вернули себе минимальное преимущество 56-55. И все решилось в последней четверти, где хладокровне были гости. Как итог, победа Барнаула 77-68. Включились заново, начали также играть агрессивно на мяче, также давить на мяч, и все сработало. Попали какие-то мячи, мы всю игру, я статистику еще не видел, но не такой хороший процент, наверное, показывали всю игру. Но в конце там два хороших мяча попали и на отскоки поборолись, получили на этом же отскоке фолы. И вот он результат. У одних сезон в самом разгаре, у других только подготовительная часть. Футболисты Динамо Барнаула продолжают тренировочный процесс в манеже темп. На сегодня известно, что клуб покинули два игрока – Артем Яркин и Артем Шабалин. С ведущими футболистами контракты уже подписаны, а некоторые молодые игроки пока еще на просмотре и ждут своего шанса. Команда готовится к новому сезону. В манеже темп идет работа технико-тактической направленности. Совершенствуются как индивидуальные, так и групповые командные взаимодействия. Это три раза в неделю наши ребята занимаются в спортивном комплексе темп. В политехе команда работает над развитием специальной выносливости. А в мини-футбольном мире самая пишущая и медийная команда журналисты Алтая вовсю рвутся в топ-3 своей лиги. В сезону Акул Пират только стартовал. И пока в активе команды имеется и победа, и ничья, и, увы, поражение. Следующий матч журналисты Алтая пройдут в ближайшие выходные. Дмитрий Дроздов, День с толком.